За последние пять лет в регионе увеличилось количество детей с особыми потребностями. На сегодня их зарегистрировано уже 9 тысяч. В связи с этим важно создать таким детям комфортные условия для получения образования. Сейчас в городе ведется капитальный ремонт областной специальной школы-сад. Подробности в следующем материале. В области действуют четыре специальных детских сада и четыре специальные школы для особенных детей. Кроме того, они обучаются в специальных группах в 94 детских садах и в инклюзивных школах, которых насчитывается около 300. Однако этого показателя недостаточно, поэтому количество специальных учреждений в регионе будет увеличиваться. На данный момент в областной специальной школе-сад ведется капитальный ремонт. Здесь у нас обучаются дети с задержкой психического развития. В начальной школе у нас 8 класс-комплектов, в детском саду 7 групп. На данный момент нам выделено было на капитальный ремонт полностью здание и теплотрасса 508 миллионов тенге. По конкурсу тендер выиграли и определился подрядчик это ТО Интерстиль. Работы начались, работы начались, думаю, неплохо. Думаю, поставленный срок мы успеем. Здесь обучается 147 детей, однако проектная мощность рассчитана на 160 воспитанников. Капитальный ремонт здания выполнен на 80%. Демонтаж у нас сделан 80%, делаем окна попутно, установили 70% окна. Также откос из гипсокартона. Фасадные работы ведутся, фасад процентов 30 где-то выставили уже, утеплились. Дальше леса передвигаем. Электричество у нас уже прокидывается, ну, правда, только вот начали. Стяжку в подвале сделали. Работаем, ну, с 28-го числа мы начали. Подрядчики отмечают, что за следующей недели они планируют усилить работу. Пока демонтаж не закончим, на конце недели закончим демонтаж, люди будут уже и маляркой заниматься. Пока у нас теплотрассу делаем, теплотрасса тоже у нас здесь уже вскрытая, будем менять. Отопление все вырезали. Ну, в следующей неделе еще будем усиляться, потому что пока сюда много людей не надо, пока демонтаж у нас ведется. Как у нас демонтаж закончится, в следующей неделе у нас стяжка по планам, первый, второй этаж, тот корпус, электричество и маляра, уже и кафель, в принципе, по материалу все у нас, проблем нет. Сегодня здесь насчитывается 37 рабочих. Слово по словам специалистов областного управления образования, в следующем году будет построено еще несколько подобных объектов для детей с особыми потребностями. Жасан Жалбаков, Душан Жасланов, телеканал Ак-Тубе.